Всем привет! Сегодня 28 марта, Московская область, 9 часов утра и 7 градусов тепла. У нас в понедельник передают небольшие ночные заморозки, но днём будет плюс. Я сегодня вечером хочу поехать в город, чтобы полить цветочную рассаду, она у меня ещё там находится. А сейчас, во время карантина, мы живём здесь, в деревне. И хочу сделать небольшой обзор своего огорода. Я стою возле малинника, он у меня небольшой, всего лишь одна полоса. Я привела её уже в порядок. Не пережилось у меня 4 молодых кустика, которые я высаживала прошлой осенью. Засыпала я всю малину возле малины, по кроне всей. Это конская подстилка, очень большой слой. Вот на такую линию у меня ушло 15 тачек конской подстилки. Всё, больше я с малиной ничего не делаю. Она потихонечку-потихонечку просыпается, почки набухают, в хорошем состоянии. Всё, что лишнее, я вырезала. Здесь растут два куста крыжовника. Название я сейчас не скажу, напишу. Распускаются уже листики. Весеннюю обрезку я не делала, всё вырезала осенью. Вот вроде бы очень много вырезала, и всё равно много осталось. Он без шипы, всё, отличный сорт. Такие тёмные красивые ягоды, но очень сильно разрастает. Постоянно-постоянно надо его резать. Здесь растёт жимолость, тоже вся на листочках. Даже я хочу сказать, она практически на цветочках. Вот уже бутончики. Это самая первая ягода, которая у нас в средней полосе начинает цвести и давать саму ягодку. Здесь свежая посадка. Прошлой осенью высаживала. Тоже бесшипый крыжовник, называется бутылочный. Давно его искала. Все ягодники, все деревья у меня засыпаны толстым слоем щипы. Это я всё сделала осенью прошлой. Очень толстый слой. Видите, если здесь грести-грести, здесь довольно-таки много. И влажно, что очень важно, потому что мульчирую, чтобы сохранять влагу. Иначе ветер, солнце сейчас всё высушивает. Это тоже осенняя посадка. Это зелёная смородина. Название я сейчас тоже не помню. Найду, напишу. У меня всё в записях. Я всё пишу. Я люблю знать, какие у меня сорта. Это красная смородина. Тоже, смотрите, на почках. Здесь два куста чёрной смородины. Тоже вся на листочках. В этом году хочу обновить эти два сорта. Они отличные. Хочу развести. Этим кустам уже 5 лет. Около 5, наверное, 4 или 5 лет. И хочу отводкой сделать ещё пару кустиков. Тоже, видите, всё замульчировано очень толстым слоем. Я обработку ни кустов, ягодников, ни деревьев я ещё не делала. Я буду проводить обработку препаратами от вредителей следующие выходные. Я пока не спешу. Сейчас ещё чуть-чуть раскроется, как раз к следующим выходным. И будет отлично. Тем более, сейчас передают заморозки. Ну, ни к чему. Сейчас обрабатывать культуры. Все деревья показывать не буду. Но вот на примере вишни, видите, вот только-только начинают лопаться почки. Прям деревья ещё в таком сонном состоянии. И обработка всех деревьев будет на следующих выходных. А здесь растёт моя мечта. Это абрикос. Уже ему 2, нет, наверное, 3 года. Было у меня 2 дерева в прошлом году. Напарник этого абрикоса засох в середине лета. Я не знаю, что с ним произошло. Но в этом году я заказала ещё одно дерево для лучшего опыления. Хотя есть абрикосы и самоплодные, и самоопыляемые. Но я считаю, что всё-таки на участке в любом случае деревья должны расти попарно. Это для лучшего опыления и для, соответственно, большего урожая. Так что весной, вот чуть попозже, в апреле, я буду высаживать ещё один абрикос. Ну, вышел из зимы, конечно, он шикарно. Но у нас в этом году, собственно говоря, особо-то и зимы не было. Ещё, конечно, хочу показать сиреню. У меня 2 сорта. Это сорт Бифон. Самое красивое распускание почек этого сирени. Очень красивое. А это сорт Свитхард. Она чуть попозже зацветает, чем Бифон. Тоже вся на почках. Это наикрасивейшие 2 сорта сирени. Они гиацинтовые. Кому интересно, посмотрите. Я в прошлом году делала обзор. Я оставлю ссылку под этим видео. Обязательно посмотрите. Наикрасивейшая гиацинтовая сирень. Обработку я тоже буду делать на следующих выходных. 2 года назад я высаживала шиповник. Это сорт Великан. Я вообще считаю, что на каждом участке должен расти шиповник. Это очень лечебная ягода. Но не забывайте, очень колючая. Возле стеклянной теплицы у меня большая грядка. В этом году будет здесь расти капуста. Каждый год накрываю толстым картоном. Это единственный вариант, чтобы не росла трава. Очень даже помогает. Здесь у меня уже гуляет рассада. Я уже говорила, что выношу ее в 8 утра и заношу около 8 вечера. Дышит. Это я сегодня досняла видео, высаживала, то есть сеяла капусту. Теплицу открываю. Там у меня, видите, вчера сеяла зелень в ящике и редиска. Сегодня еще эту бочку 202 нужно будет наполнить водой. Это грядка с чесноком. Как и у многих, у меня чеснок, конечно же, взошел. Выглядит неплохо. Здесь разные сорта, поэтому чеснок по-разному всходит. Здесь побольше взошел, там поменьше. Здесь в конце я высевала новые сорта. Это бульбочки тоже повсходили. Замульчировано всем наскошенной травой. Здесь уже грядка готовится для рассады под лук. А здесь клубника, земляника крупноплодная. Тоже, видите, все закрыто. На эту тему я снимала видео, можно посмотреть. Укровной материал. Сегодня в ночь это все будет закрываться. Вся земляника, потому что будет заморозок ночной. До минус 4, минус 5 будет. Я уже посмотрела. Это ежевика. Тоже лежит рядом укровной. Будет на ночь сегодня закрываться. Здесь тоже второй пуст. Тоже будет закрываться. Здесь голубика. Накрывать, конечно, ее не буду. Но самое главное, замульчировано. Здесь уже заложили новую грядку, 6-метровую. В этом году буду высевать и выращивать на этой грядке пастернак. Здесь также обработанная уже земляника. Я вот что хочу сказать. Человек, который сидит дома, то есть не работающий, конечно, может очень много сделать, имея свое участие. Это каждый день потихоньку все делать, не напрягаясь, грубо говоря. А вот человеку работающему здесь все сложнее. Приезжаешь на выходные и в 2 дня нужно все-все сделать. И сильно устаешь. А так, если потихоньку каждый день что-то делать, и, конечно, это отлично. Здесь уже обрезанная лаванда. Кто это не сделал, обязательно обрезайте, чтобы летом получить пышные, красивые, цветущие кусты. Хорошо вышла из зимы у меня горная сосна. Я в прошлом году ее высаживала весной. Маленький-маленький саженец. И вот он прекрасно нарос. Пушненький кустик. Здесь у меня все замульчировано хвойным опадом. Но свежий в любом случае буду подсыпать попозже. Это второе растение. Чуть поменьше, но выглядит неплохо. В апреле должны привезти камни. Это для миксбордера, который будет создаваться вдоль всего этого забора. Большой объем. Землю слегка нужно будет приподнять. И сделать окантовку этим камнем. Такой природный цвет. И попросила, чтобы эти камни, углы мне срезались. То есть они, чтобы были более плавные. Первые образцы они привезли. Видите, углы более рваные такие и острые. Мне это не понравилось. Хочу, чтобы было более закругленные, более мягкие линии. Потому что сам миксбордер, он не будет идти прямо, а такой небольшой волной. В общем, работа предстоит очень большая. Мне эти камни больше понравились. А здесь растет моя красавица. Четыре года назад муж покупал в Тимирязевской академии маленький-маленький саженец. А теперь это красивое хвойное растение. Когда дотрагиваешься до веточек, изумительный запах. Я вам желаю здоровья. Не болейте. Всего вам самого хорошего. И всем пока.